Спонсор программы ЗАО Московская пивоваренная компания. Опыт, мужественность, верность традициям, уникальный вкус и мануфактурное качество воплощены сегодня в пиве трёхгорное. Трёхгорное пиво для настоящих фанатов. Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Спорт-ФМ. Сто процентов футбола. Итак, дорогие друзья, мы продолжаем наш эфир после хоккея в футболе. Сто процентов футбола в студии Нобеля Рустамяна. Я рад, что свершилось, что я в этой студии оказался снова вместе с Александром Бубновым. Александр Викторович, здравствуйте, я рад. Нобель, привет. Последний раз, ты знаешь, когда мы с тобой виделись? До евро, я думаю. До евро. Последняя твоя фраза, помнишь, знаешь, какая была? Какая? О футболе. Перед евро. Не помню. Не помнишь? А, то, что сборная России у этой группы? Нет, нет. Что Слуцкий идеальный тренер для этой сборной. Ну а что, он не сильнейший тренер России? Он не сильнейший тренер России? Ну, видишь, какой он идеальный. Если это сильнейший тренер и идеальный тренер для сборной, которая показывает такие результаты и такую игру, то ты меня изменишь. Но я сильно разочарован. И такую тактику. Я сильно разочарован. А сейчас ты в Бердыве не разочарованный. Разочарованный. Представляешь, какой у нас футбол и что у нас здесь творят. Курбан Бердыв, к сожалению, оказался, видимо, плохим переговорщиком. Да? Видимо. Ты думаешь это? Я думаю, на этот раз Федун очень хорошо изучил его досье. Его хорошо проинформировали. Ну, это логично. Действительно, Лен Федун не стал идти на все. Сейчас на крючке Локомотив, да? Ну, кстати, сейчас сообщение поступило о том, что Курбан Бердыв, если Локомотив придет, он условия выдвигает следующее. Увеличение бюджета, громкие трансферы, приход от команды Бердыва функционеров, его, ну, с кем он работает, и переход нескольких футболистов Ростова. Да. И вот если Локомотив клюнет на эту приманку, а тебе, тебе не кажется странным, что вот это несколько футболистов Ростова, да, которые за ним ходят, как этот, на цепочке, блин, да, он их на поводке водит. Тебе не кажется, что он к ним имеет прямое отношение? Кажется. Кажется. А это запрещено FIFA и UEFA. Да. Но у нас, но у нас, у нас это все проходит, у нас это все нормально. А вы знаете, что, действительно, Курбан Бердыв уже одной, ну, не одной, а полутораногами был в Спартаке. Он просто по непонятным причинам стал выдвигать какие-то невероятные условия, приход в команду с Арсани, директором спортивным. И потом Курбан Бердыв аккуратно ушел в сторону, при этом лично не сообщив об этом фидуну. А тебе не кажется, что Бердыев, эта фигура в российском футболе, с одной стороны раздутая, а с другой стороны не самостоятельная? За его спиной такие люди стоят, что он, как говорится, он за собой футболистов на поводке водит, а его там на поводке водит. Ну, он сам идет с командой, мы же знаем, что он везде... Он сам на эти связи с удовольствием идет, да, и поэтому вот и происходит то, что происходит на сегодняшний день. Ну, в данном случае, наверное, отметим, что его требования были какие-то просто невероятные для Спартака, потому что это все же клуб, который, да, это команда, которая не выигрывает довольно давно, но все же приводить с собой несколько функционеров было не совсем правильно. Нобель, есть информация, я уже здесь ее озвучивал, что он когда работал в Рубине, а он сколько в Рубине работал? Почти 10 лет. Почти 10 лет. Он знаешь, сколько там денег освоил? Боюсь представить. Миллиард долларов. Да, ну не может быть. Миллиард долларов? Вот такая информация. А что здесь, а что здесь такого? Каждый... Да нет, миллиард было, не может быть. Каждый год по 100 миллионов, а что нет? Ну, это очень много. Ну, вот такие... Миллиард долларов. Вот такой, вот такой, вот такой бюджет. Ну, вот такая информация, Нобель, это не мои слова. Я понимаю, да. Вот такая, вот как ты, как ты инсайд у тебя есть, вот это инсайдерская информация. Ну, это очень много. Просто и... Ну, вот поэтому, поэтому он такие условия ставит, у него уже, это в порядке вещей. Бердыев, это уже не тренер, понимаешь? Это уже, уже бизнесмен, понимаешь? Российский. Который берега уже потерял, понимаешь? Да, на самом деле, и меня больше всего этой ситуации... Знаете, что смутило? Как вот эта история? Он ушел с Ростова, попрощался, все эти аплодисменты трибуна, Майки Бекевич, спасибо за все, прощальный ужин. Да. И через 4 дня он возвращается к консультантам. К консультантам, да, и ездить везде. Ну, ты можешь себе представить такое в Ювентусе? это не то, что в Ювентусе. Это даже в Пескаре невозможно. Это даже в Пескаре. Поэтому я тебе говорю, вот, знаешь как, я тебе не случайно говорил, что пока российским футболом не займется FIFA, UEFA, здесь порядка не будет. Вот. Точно так, точно так, пока международные организации не взялись за допинг, да, ведь это было на самом деле, да, а сейчас мы недовольны. Так, если вы сами не можете порядок навести вовремя, причем Жуков-то признал, что допинг применяли, правильно? Вот. То, когда уже начнется, займется FIFA, UEFA, то тогда не удивляйтесь и не возмущайтесь. Вот. Потому что то, что вы себе здесь позволяете, то, что творится, а сейчас сборы какие смешные будут, выборы президента Российского футбольного совета, это же вообще комедия. Это такой цирк устраивается, что, ого! Четыре претендента. Четыре претендента. И какие, да? Газаев, Газаев, который обанкротил Аланию, да, убил. Ну, хотя бы оппозиция. Какая оппозиция? Какая? Оппозиция. А в лице кого? Человек, который разрушал российский футбол этим укропом, да, объединение, все на корню убивал. Ни о каком развитии футбола. Ну, кого он убил? Практически создавая такой чемпионат, Но он же не создал. Они убили. А? Так нет, ну повезло, не создал. А кто, за его спиной кто стоял? Гиннеры, Миллеры и компания, да? Но с другой стороны, Виталий Мутко, Сергей Пряткин, Игорь Ефремов. Ефремов, да, который завалил Сатурн, да, обанкротил. Пряткин, вот, у которой читай новую, который читай новую газету, да? У нас сейчас тоже небольшая. Торговал оружием, игроками, и до сих пор торгует. Пробки, дорогие друзья, в Москве, три балла, местами с труднением столицы, основные проблемы, которые есть, стоит Волоколамское шоссе, пробка на 22 минуты, также проблемы есть на Бульварном кольце, пробка на 20 минут, от Петровки до Тверской улицы. СПОРТ-ФМ СТО ПРОЦЕНТОВ ФУТБОЛА Так, друзья, мы продолжаем. Наш шмир Александр Бубнов и Нобел Рустамян. Вот так мы обсуждаем. Это самые животрепещущие темы. Давай это закончим. Знаешь почему? Почему? Потому что вот футбол, футбол, вот на фоне вот этих всех событий, это уже, знаешь, на втором плане стоит, как следствие. Потому что вот то, о чем мы сейчас говорим, это организация российского футбола. Вот. И кто в российском футболе сейчас создана такая ситуация, то представляешь, из кого будут президента выбирать? Четыре кандидата, я называю. Ну, по Газаеву мы сказали, по Ефремову я тебе сказал, да, по Пряткину я тебе тоже сказал, да, там Лозаннский суд занимался его делами. Но, между прочим, Лозаннский суд, его виновным не признал. Да, Лозаннский суд сказал, разбирайтесь в России. Да, Ну, значит, не виновен? Как это не виновен? Когда, когда есть документы, что он противозаконной деятельностью занимался агентом. И это все есть... Но там конфликт интересов был. Конфликт интересов, да. Это все в новой газете, мы не выдумываем. Это было в комитете по этике, если что? Да, в комитете по этике и новая газета все документы проводила. И Мутко, который совмещает посты министра спорта и президента Российского футбольного союза, тоже ненормально. Вы не можете объяснить, как футбольный эксперт, специалист. Мы знали, что Виталий Мутко и Валерий Газаев идут как конкуренты. А потом неожиданно появился последний день, даже уже после, да, еще два кандидата, Сергей Пряткин и Игорь Ефремов. Это с чем связано? Я просто не понимаю. Это связано, ты не понимаешь, да? Нет. Нобель, ты не шутишь? Нет. А ты что, не знаешь, чьи это люди? Игорь Ефремов и Пряткин? Это люди Мутко, чтобы ты знал. И вот представляешь, представляешь, какой цирк. А то, что... В смысле, люди Мутко. Помните, Сергей Пряткин шел на выборы президента РФС недавно. Конкурентом был Николай Толстых. Да. А Виталий Мутко был за Николая Толстых. Помните, так что, если ваша версия немножко не совпадает. Подожди, тогда... Да ладно, ты че, не знаешь, приспособленцев в российском обществе и в российском футболе шли? Нет, просто вы объясните, я же не против, вы объясните нам. Да, просто тогда Пряткин шел от Гинера, понимаешь, и был конкурент Толстых. И, кстати, выиграли совсем немножко, благодаря ресурсу. А сейчас опять Мутко включит. Ресурсы у какого? Административные ресурсы. Конечно, государство. Ты че, не знаешь, как выборы в России происходят? Я тебе схему расскажу. Какие выборы? Футбольные? Российский футбольный союз. Ты че, не знаешь эту схему? Нобель, ты знаешь, просто прикидывай все. Включается государственный ресурс. Через кого? Через кого? Через... Кого? Государственные структуры, правильно? Да. Которые спускают это на уровень региональных федераций, которых большинство, правильно, на конференции. И все, и вопрос... Он получил счет в этом матче и таким образом стал автором первой шайбы в новом сезоне континентальной хоккейной лиги. Так что начинаем следить не только за футболом теперь, но и за хоккеем. Спасибо большое, Маша. Как можно чаще к нам приходи. А я читаю смс-сообщения и ватсап, которые нам приходят. Будут выборов президента РФС, которые вы темы поняли. Для массовки один слушатель написал. Ну, правильно. Чтобы показать, что это демократический выбор. Но я не вижу смысла. Что есть борьба, Нобель. Надо же показать, что у нас есть борьба. Борьба никакой не будет. Ну, как Газаев, Мудкот-2, пока что, знаете, полярных претендентов. Они разные. Один одну программу представляет, другой другую. Ни у того, ни у другого на самом деле никаких программ нет. Ну, как? Я программу Валерия Газаева видел лично. Ну, и что? И что? Это программа, не программа, это обслуживание интересов Газаевых, Гиннеров, Миллеров и так далее. Топ-клубов. Отмена, отмена лимита. О том, о чем Гиннер говорит уже сто лет. Это про 10 плюс 15. Ладно. 10 плюс 15. Но 10 плюс 15 на самом деле отмена лимита. Нет. 10 плюс 15. А это дальше еще пошел. Вот. Валерий Георгиевич за 10 плюс 15. Да, да, да. Ты что, хочешь сказать, что Газаев самостоятельная фигура тоже? Нет, у него есть поддержка. Да, вот именно. Это марионетка самая натуральная. Ты знаешь кого? Я думаю, что это просто поддержка. Да, да, поддержка. Давайте расскажем о том, что... Ты мне скажи, ты мне скажи, ты мне скажи другое. Как можно регистрировать людей в исполком, когда еще не избран президент? Это загадка для меня. Это не загадка, это бардак российского футбола, который выгоден кое-кому. Кому хочется понять? Кому хочется понять? Вот кто это делает? Потому что, получается, как выбирается исполком? Сначала выбирается президент, а потом президент формирует исполком, да? А сейчас так может получиться, что до избрания президента будет уже сформирован исполком, который может объявить ему импичмент. Вот, вот, представляешь, что они творят? А вот смс-ка от Павла пришла, и он из Воронежа пишет. Почему, Александр Викторович, вы против Газаева? Ведь он единственный в нашей истории российский специалист, выигравший Еврокубок. Так что, ну и что с того, что он выиграл Еврокубок? Ну он футбольный человек. Ну и что, что он футбольный человек? Этот футбольный человек уничтожил Аланию. Причем там, я тебе говорю, там тюрьма плачет, там людей посадить могут. Ну перестаньте. Чего перестаньте? Это обвинение практически. Почему? Нет, а что, там уголовное дело было открыто. Какое обвинение? А я тебе что говорю, что его посадили, что ли? Там разбираются, и там еще стельмах тоже висит, его правая рука. Что, не так, что ли? Он обанкротил, он обанкротил Аланию. Давайте, а сбор, точнее. Кто президент был Алании, когда она обанкротилась? Майя Газаева. Да, и сейчас он президентом Российского футбольного союза. Ты знаешь, ты смеешься и говоришь обвинение в цивилизованных странах футбольных, о чем мы с тобой говорим, в Италии, да? В Италии Ювентус. В Италии это или отстранение пожизненно от футбола президента, да? Или тюрьма за финансовые махинации. Но они, это как бы, это все мы говорим с вами, это же нет доказательств. Мы же доверяем российскому правосудию или нет? Какое правосудие? Мы с вами доверяем российскому правосудию. Я не доверяю. Вообще не доверяю. Я не доверяю. В данном случае не доверяю. Потому что у нас, у нас, знаешь как, не доказательств, не пойман, не вор. Но не пойман, не вор, это еще не значит, что не вор. Ваш прогноз на выборы. А какой прогноз на выборы? Победит государственный ресурс. А твой прогноз? Мутко, ты уже сказал. Я все же думаю, что вот ваше объяснение, почему еще вы выдвинулись, точнее, выдвинулись или выдвинули, я не знаю, как правильно говорить, Пряткин и Ефремов, это не просто так. Да? Да. А почему? Вот я думаю, я пытаюсь понять информацию, но вы мне так и не разложили ее по полочкам. Ну а что тебе раскладывать по полочкам? Люди, которые... Ну я, это я понял, это я понял. Почему, если, Виталий Иванович, вы говорите, это государственные выборы, все понятно заранее, почему они выдвинулись? И вы говорите, что они в одной команде. С Виталием Мутко. Вот объясните мне. Ну для чего, для чего, этот, выдвигается, для чего Лебедев выдвигался? Игорь Владимирович? Да. Ты можешь, ты можешь мне объяснить, для чего? Я скажу так, что они не были союзниками с Виталием Мутко. Ну попиарится, да? Нет, ну почему, у меня была своя программа, я ее видел тоже, кстати. Да. Видел программу, лично читал. Трибао, дорогие друзья, в Москве стоит на Советинское шоссе от Южной улицы до Ивановского шоссе. Проблема есть на шоссе энтузиастов от Авиамоторной улицы до проспекта Буденного и МКАДове, в сторону 4 балла. СПОРТ-ФМ СПОРТ-ФМ СТО ПРОЦЕНТОВ ФУТБОЛА Вот почему, видите, меня не нашли ответ. Че ты, че ты, как говорится, есть вряд. Пристал к прятке, ну и к Ефрему, у которых, у которых вообще шансов никаких нет. Ну и они же выдвинулись. Ну и выдвинулись. Ну и что, что они выдвинулись. Вы говорили, что их выдвинул Мутко. Нобель, ты не передергивай, кто говорил, что вы. Я тебе говорил, что они... Команда одна. Команда. Потому что они сейчас работают под руководством. Мутко. Да, это правда. РФПЛ, это же структура РФС, да? Но независимая. Независимая. Вот именно, Нобель. Независимая она не может быть. В том-то и дело, что в России независимая. А как может быть в структуре РФС независимая структура быть? Только в России может быть. А в завершении этой темы, которую пора закрывать, так как на футболе говорить, смс от Алексея, Севастополь Александрович, а почему вы сами, раз вы такой честный и справедливый, не идете на пост президента РФС? Да, ну вот пускай... Кто это спрашивает? Алексея Севастополя. Алексей Севастополь. Вот пускай изучит регламент российского футбола и попробует туда попасть. Не, ну там же вы можете... Не могу. Азор Амберкович хотел выдвигаться. Не могу. Не могу. Во-первых, нужно входить в федерацию, а во-вторых, чтобы туда баллотироваться, нужно, чтобы за тебя пять... Сейчас регламента немного ввели. Вас могла... Нобель, да не надо, не хочу. Азор Амберкович. Нобель, не хочу я в этой системе быть. Я тебе говорю. Но вы же должны ее изменить. Вы же из футбола. Чтобы ее изменить, а изменить не таким путем нужно идти. А каким? Нужно идти к Путину. Вот тогда можно будет ее изменить. А здесь вы ничего не измените. Здесь это болото, болото, ничем не изменишь. Я тебе тысячу раз говорил, что в России государственно-криминальный футбол. Вот. Больше того, он настолько от государства зависит, что без государства он вообще ничего не стоит. Он и лухнет. Друзья. Реклама. Александр, предприниматель из Волгограда, продал в CarPrice свой Ауди А6 2010 года за 922 тысячи рублей. Продайте и вы свой автомобиль сегодня по отличной цене. CarPrice.ru Как трейд-ин, только выгоднее. И снова в школу. Во внук Валкет Виллэдж вы найдете специальные предложения в магазинах «Кенгуру». Воска Бомбина, Монна Лиза, Твин Сет, Томми Хилфигер Кидс, Юэс Пола Эссен и других со скидками до 70%. Внук Валкет Виллэдж. Восьмой километр от МКАД. BMW X5. Автомобиль, созданный для чемпионов. Когда дорога его стихия, а скорость ваш адреналин. Первое место в ваше в любых обстоятельствах. Пополните ряды чемпионов в августе. Ведь «Авилон» гарантирует действительно лучшее предложение на BMW X5. Лучшее предложение по мнению сотрудников «Авилон». Подробности по телефону. Плюс 7495-730-44-45. BMW. С удовольствием за рулем. На большие цели нужен большой кредит. Просто захотела и взяла. Просто кредит до 5 миллионов рублей. Просто по низкой ставке от 15,4% годовых. «Локобанк». Банк простых решений. КП «Локобанк». АО «Генеральная лицензия ЦБ РФ 2707». На старт, внимание, марш! Успейте купить «Тойота Камри» и получить персональные привилегии в дилерских центрах «Тойота» компании «СП Бизнес Кар». Только до 31 августа этого года. «Тойота Центр Битца», «Левобережный», «Лосиный остров», «Каширский», «Серебряный Бор» и «Рублевский». Звоните сейчас. 151-2373. 151-2373. Код Москвы – 495. Узнайте о возможных привилегиях подробнее на сайте toyotavc.ru при поддержке ООО «Тойота Мотор». Телефон рекламной службы «Спорт.ФМ». 620-46-64. Код Москвы – 495. Сто лет в истории спорта на «Спорт.ФМ». 1976 год. Фильм Милоша Формана по мотивам романа Кена Кизи «Пролетая над гнездом кукушки» удостаивают шести «Оскаров». В США пышно отмечают двухсотлетие независимости. В соседней Канаде возводят телебашню «Си-Энн Тауэр», ставшую самым высоким свободно стоящим сооружением в мире. А в это время... На Нью-Йоркском стадионе Янки тоже творится история. В поединке за титул чемпиона среди тяжеловесов Мухаммед Али встречается с Кеном Нортоном. Итоговая часть трилогии. Схватка длится 15 раундов. Статистика указывает на безоговорочное преимущество Нортона по эффективности как джебов, так и силовых ударов. Но судьи отдают предпочтение Али. Публика встречает это решение бурным недовольством. И на протяжении десятилетий эксперты будут спорить о том, кто же действительно был сильнее и что повлияло на судейский вердикт. А между тем, поединку Али Нортон суждено было стать последним боксерским матчем. А сейчас сто процентов футбола. Сто процентов футбола, дорогие друзья. Александр Бубнов, Нобеля Русталя в студии. Еще раз повторюсь, всегда приятно возвращаться вот в студию, в эфир с Александром Викторовичем. Два месяца, даже два с два месяца мы не были в одном эфире. До Евро первый эфир был. Даже, точнее, последний эфир был. Сейчас мы снова здесь, что очень-очень меня радуют. Давайте к футболу. Мы уже обсудили Курбан Бердеева, Виталия Мутко, президента, выборы президента РФС. Мы это все сказали, Нобель, для того, чтобы народ знал, откуда ноги растут и почему вот эти, почему у нас в России такой футбол и, в общем-то, перспективы не радужные. Не надо удивляться тем результатам, которые потом появляются. При таком руководстве другого и не может быть. Это основная проблема, Нобеля, российского футбола. Согласен. Ну, раз уж мы никак не можем уйти от темы Курбана Бердеева, давайте о Ростове поговорим, потому что Ростов матч Лиги Чемпионов, а де-факто мы знаем, что Курбан Бердеев тренер по-прежнему. Консультант. Нобель, не путай. Нет, де-факто. Де-юра не тренер. Де-юра. Де-юра консультант, де-факто тренер. Потому что он тренировки проводит. Вы же видели? Ваши пацаны. Ты видишь, видишь, Ростов кроме смеха сейчас ничего не вызывает. Понимаешь, даже тебе смешно. Как такое вообще может быть? Это как, знаешь, в кошмарном сне, в дурдоме, где угодно. Сумасшедший дом просто. Ну а дурдом это что-нибудь, сумасшедший? Ну я не специалист в этом. Ты представляешь, футбол, российский футбол, это что, сумасшедший дом что ли? А уже похоже. Ростов-Аякс. Ростов-Аякс, коэффициенты букмекеров. Компания Винлайн, кстати говоря, считает фаворитом команду Ростов. На победу Ростова коэффициент 2.55. То, что Ростов в этом матче победит у компании Винлайн, а вот то, что, например, в этом матче будет тотал меньше. Любимый счет Курбан Бекенч, это когда команда мало забивает, точнее, мало пропускает и забивает 1.2. Тотал меньше двух с половиной мячей, коэффициент 1.62 у компании Винлайн, так что вот наши коллеги считают Ростов очевидным фаворитом в этом матче. Ну, представляешь, Аякс сейчас Вильяму проиграл, да? Да, они продают Силисина, галкипера в Барселоне. Да, и что Барселона нашла? Видите, какой Курбан Бердык? Нет, что Барселона нашла в этом галкипере, там первую галкипера. После НОПО, да? Что-то нашла. Не знаю. И давайте еще одно важное объявление вам должен непременно сообщить. Если вот, например, вы, Александр Андреевич, точно знаете, кто сильнее, Зенит или Спартак, если вы можете предположить, по какой тактике сыграет Слуцкий, то сумасшедший денежный приз ждет именно вас. Только на сайте sportfm.ru конкурс прогнозистов матчей российской футбольной премьер-лиги, дорогие друзья. Успейте заработать очки, чтобы потом заработать деньги. Четвертый тур скоро закончится, уже вот буквально этим вечером. Главный приз 30 тысяч рублей, Александр Андреевич. По какой тактике будет Слуцкий играть с Зенитом, мы говорили. Сейчас вот я тебе расшифровал. Я тебе расшифровал эту игру. Вы какой матч центральным выбрали? Не я, спортбокс выбирал. Не Спартак Краснодар, не Максиму Карреру. Если бы я выбирал, я бы Спартак Краснодар, но выбирал не я, и выбрали, и я расшифровывал Зенит ЦСКА. Ну и расскажем о цифрах, Тарас, такое дело. Ну да, расскажем, и о тактике мы тоже сказали, во что будет играть ЦСКА с Зенитом. И, кстати, это все в цифрах подтвердилось. То есть было ясно, было ясно, что ЦСКА будет вторым номером играть. И ты знаешь, сколько они наиграли? Сколько? Нобель. Такого еще у ЦСКА я не помню в чемпионате России, чтобы они сделали меньше 600 технико-тактических действий. То есть Зенит, Зенит почти на 200 технико-тактических действий сделал больше. И процент брака у Зенита 20, и 1 десятых процента брака, а у ЦСКА 32,5. Понимаешь? О чем это говорит? Это говорит о том, сыграли в ничью. Это говорит о том, что и там, и там есть проблемы в первую очередь в организации игры в атаке. Вот. И это все цифрами подтверждено. Вот. И там, и там ясно, что все определяет сейчас средняя линия. Да, вот. Но показатели показатели Зенита значительно выше. Вот. Но остроты меньше. С другой стороны, если бы Зенит реализовал те моменты в первом тайме, которые у них были, да, то там сценарий и счет матча был другим. Самое главное, Зениту надо было не пропустить и забить первым. Чего они не смогли сделать? Да, но вы довольны, как команда развивается, премьер Челуческу? Да? 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 Да, потому что потому что то, что было привил аж Болши, да, вот эта Тягомотина, когда они первый тайм там на своей половине поля возили этот мяч пешком, да, и не обострялись. Сейчас вот он старается привить, но не так все просто. Плюс потеря Халка, потеря Дани, вот, они сейчас сказываются на игре. Я с большим сожалению вас прерву на 20 секунд. Можно? Так, друзья, прямо сейчас три балла в Москве, четыре балла уже в столице. Стоит улица Гаршина, пробка на 25 минут. Также стоит на Завихинское шоссе от Южной улицы до шоссе Ильича, пробка 45 минут. И проблема есть на Бульварном кольце от Петровки до Тверской улицы, пробка на 25 минут. СПОРТ-ФМ СТО ПРОЦЕНТОВ ФУТБОЛА СТО ПРОЦЕНТОВ ФУТБОЛА причем причем как Еременко не забил после того, как Ионов прошел. Я об этом думал. Я об этом думал. Но, мне кажется, левая нога. А он мог бы, как футболист, можете объяснить, он мог мяч обработать и потом пробить вторым касанием? Или это было сложно технически? Это было сложно. Знаешь, почему? Потому что мяч по крутой дуге очень шел, и он крученый был. Можно было подстроиться и с правой пробить? Или это невозможно? Нет, с правой нельзя. Мяч шел на левую ногу. По такой дуге на правую ногу перенести, плюс там уже накрывал бы крышу, так, крышу это бы накрывал. Так что он все в касании правильно выполнял. Но не смог исполнить. Но не исполнил. Попал во вратаря. То есть это технически недоработка? Но он примерно точно так бил, как когда забивал в касании. Но правой бил. Правой бил, да. И потом там мяч не такой крюченый был, потому что он ему навстречу шел. И правой ногой. Здесь он также в касании выполнял только левой ногой и мяч летел по более сложной траектории. И самое главное, знаешь как, ему пришлось бить ближней ногой. Мяч идет по дуге на ближнюю ногу. И на левую, не на его, как говорится, лучшую ногу. Но итог, справедливый ничья? В целом, по моментам, да. Но игровое преимущество большую часть времени имел Зенит, но не смог из него извлечь пользы. Больше того, они же голос практически себе сами привезли. На эту, в безобидной ситуации, сбрасывает, сбрасывает вратарю, в итоге получает, ошибается, там, Тараварей забить мог, вот, в итоге выбивают на угловой и после углового забивают. Кокорина на два. Вот, например, Андрей Талаваев? На два. На два. Как можно? Он изначально позицию правильно занял, но он стоял не готовый к старту и сыграть на опережение, чтобы в случае отскока мяча этот мяч перехватить. А он руки в боки и наблюдал. Такое вообще возможно? Ну, такое на таком уровне удивительно, что такое произошло. А потом хватается за голову. На высоком профессиональном уровне, вот, у профессионалов высокого уровня это невозможно. Но какой профессионал, мы знаем. В итоге подвел команду и только за эту ошибку, только за эту ошибку результативную, ему можно уже два за игру ставить. Вот. Плюс он на шестой минуте не использовал момента, а там, правда, Кенфеев здорово сыграл. Вот. Когда Игнашевич ошибся вне игры, он принял мяч и бил в ближний угол. Помнишь? Ну вот. Но там вроде неплохо пробил, но Акинфеев там в том углу. Там нужно было или в дальний угол быть, или под перекладину более сильно бить, чтобы Акинфеев не смог сложить. Давайте цифры, цифры. Ну а по цифрам я тебе говорю, по российским меркам 585 технико-тактических действий это катастрофа. Это катастрофа именно для ЦСКА. Понимаешь? И еще там какой-нибудь. Они играли против сильного соперника. Они чемпионы страны. Да, кто спорит. Чемпионы страны. ЦСКА добавляет. ЦСКА шаг за шагом идет вперед, понимаете? Потому что Услуцкого есть программа к Лиге Чемпионов. А, вот так вот, да? И как они в Лиге Чемпионов выступят? Ну это мы узнаем. Да? Да. У Слуцкого уже в четверть Жеремьевская. у Слуцкого была программа на чемпионат. Вот правильно было. Блэш, ты молодец. Ты не боишься вещи своими именами называешь. Я беру пример с вас, Александр Викторович. Вы тоже всегда откровенны, всегда по делу. Раз главарь банды значит российский футбол. Это какой футбол? Ну, бандитский, правильно? Бандитский Петербург, Бандитская Москва, возвращаемся в 90-е годы. И Ростов. Папа. Одесса, мама, Ростов, отец, да? Маша, иди сюда, у нас в связи с Несвязанным Несвязанным и Ростовом. Пожалуйста. Из Станадинамо новости продолжают у нас сыпаться прямо-таки. Так вот, защитник этого чудесного клуба Бориса Ротенберг будет восстанавливаться от полученной травмы еще минимум месяц. Об этом рассказал агент футболиста. Я напомню, что Ротенберг не принимает участие. Агент кто у нас? Ну, здесь уже, я думаю... Дмитрий Селюк. Да, Дмитрий Селюк. Нобель, Маш, извини, а Ротенберги сейчас имеют отношение к Локомотиву, да? по сообщениям СМИ, И представляю, сейчас будет на них наиск... Вот разборка будет. Не только, не только от Локомотива, он еще и от Ростова, и от австрийского Адмира Бакер. Вот кто его хочет заполучить. Так что, видите, все переплетается друг с другом. И Ростов, и Локомотив, и даже австрийский клуб. Да. Да. Маш, спасибо большое. В следующий раз... Повесели у вас. Нет, лучше аккуратней. Ну, Маша сказала, Маша сказала то, что не говорят в России. Маш, молодец. Продолжай в том же духе. Ты получила похвалу от Александра Викторовича. Ты же народу служишь, а не кому-то, Юнгера. Да, так и есть. Я очень тронута. Для меня похвала Александра Викторовича, это действительно очень приятно и почетно. Спасибо большое, спасибо большое, Машенька, за новость. А мы два этих футбола. Кто у ЦСКА получил пятерку? Кто? Как ты думаешь? Еременко? Нет. Щеников? Нет. Фернандес? Фернандес, да. 77. Кстати, Нобель, больше всех. Писаешь крайне... Усилит, усилит сбор в России. Да, да, он вот таким выступлением, действительно, если сейчас брать крайних защитников, российских, то он выглядит предпочтительнее всех. Представляешь, как ЦСКА играет, что если Фернандес, крайний защитник, больше всех технико-тактических действий сделал. Можете представить? 77 технико-тактических действий, 18,2% брака, очень низкий процент брака, пятерка. Еременко, Еременко, сделал 31,9% брака, это двойка, если бы он не забил, не забил, это была бы двойка, вот, забил, забил, это тройка, но я ему 4... Давайте делать скидку, потому что он, все же, то, что я с вами спорю, уже 5 лет, он обостряет, и ошибки... Нобель, я ему 4 с минусом поставил, а минус, знаешь, почему? Потому что он не реализовал вот этот момент, потому что если бы... Но как Нобель, с 11 метров, даже чужой ногой, ногой он должен исполнять, ну да, но тем не менее, тем не менее, игроки высокого уровня такие моменты исполняют, поэтому у него 4 с минусом. Вот, пятерку еще получил Березутский, 61 техника тактического действия, 16,4% брака. Вот, а те люди, те люди, к сожалению, которые непосредственно должны были, ну, участвовали, были в группе атаки, должны были атакующие действия проводить ЦСКА. Загоев 3, Тошич травму получил, причем, говорят, серьезный может выбрать из игры, это большая, на достаточно длительный сок, это большая потеря будет перед лигой чемпионом, и в чемпионате России для ЦСКА, тем более, там со скамейкой проблема у ЦСКА. Головин 2, 35,8% брака, Траурет 2, 43,2% брака. Вот, Миланов, Миланов, правда, вышел неплохо, заменил Тошича, 41 технико-тактическое действие, 22% брака, четверка. Четверка? Да. По Денидову? Щенников, Щенников, чтоб ты знал, 60 технико-тактических действий, 40% брака, двойка, и из-под него Жирков гол забил. Итак, дорогие друзья, 4 ВАВа в Москве, местами труднее, основные проблемы, которые есть, Волоколамское шоссе, Ленинградское шоссе до улицы Панфилова, пробка на полчаса, стоит также Калужское шоссе, от НК до поселка газопровода, здесь пробка на 28 минут, и проблема есть на проспекте Мира, от Маломосковской улицы до улицы Докукина, пробка 28 минут. Спорт-ФМ. Сто процентов футбола. Мы продолжаем наш эфир, то есть, в принципе, вот здесь немножко резюмировать эту встречу, вы считаете, «Зенит» развивается в правильном направлении? Ну, ты знаешь, Нобель, приучить играть в остроатакующий футбол все время, да, это не так просто, мы сейчас к «Спартаку» перейдем, да, вот, они это как раз продемонстрировали. Когда мяч, мяч, знаешь, на протяжении нескольких сезонов катают взад и поперек на своей половине поля, контролируя его, да, и не обостряя игру, да, вот, то потом, когда приходит новый тренер, да, еще теряют лидеров атаки, да, научить команду играть в атакующий футбол все время обострять игру, вот, это не так просто, и вот сейчас Луческо с этим столкнулся, вот, поэтому функционально команда выглядит хорошо, это было и по Суперкубку, видно, потом то количество времени, сколько они держали мяч, они там, мяч держали где-то 70% времени, да, и с таким небольшим процентом брака, и, в общем-то, худо-бедно, они три момента создали, правильно, «Зенит», два момента в первом тайме, забей, я больше чем уверен, если бы они первые забили, то тогда бы и сценарий, и результат был бы другой, потому что ЦСКА пришлось бы раскрываться, правильно, а так ЦСКА играла по счету, по комфортному им счету, а «Зенит» испытывает сейчас проблемы, плюс «Дзюба» не играет, на котором тоже была заточена игра, правильно, при Халке, и Кокорину пришлось одному играть. Спонсор программы «ЗАО» «Московская пивоваренная компания». Опыт, мужественность, верность традициям, уникальный вкус и мануфактурное качество воплощены сегодня в пиве «Трехгорное». «Трехгорное» пиво для настоящих фанатов. Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Реклама Едем за квартирой мы «Изумрудные холмы» И уж точно как пить дать Скидку сможем мы отжать Продавцы, теперь держитесь Мы вас выжмем Вы не жмитесь Готовые квартиры в микрорайоне «Изумрудные холмы» в Красногорске от 77 тысяч рублей за метр Акция «Отожми продавца квартир» Ваша скидка в ваших руках Звоните и осуждайте 37,5 восьмерок Правильная декларация на сайте «Изумрудные холмы.ру» Внимание! Срочное сообщение от Борис Хофф Повторяем! Срочное сообщение от Борис Хофф Всего 48 автомобилей БМВ на рекордных условиях этого лета Идем до победного Только до 31 августа Специальная кредитная программа Трейд-ин бонус от Борис Хофф Подробности акции по телефону 8495-745-1111 Или в автосалонах официального дилера БМВ Борис Хофф БМВ С удовольствием за рулем Победа будет за вами Кредит предоставляется БМВ Банг ООО Телефон рекламной службы Спорт.ТМ 620-46-64 Код Москвы 495 Чемпионат России по футболу Сколько бы ни было скандалов в истории Чемпионата России по футболу А события июля 99-го занимают в их череде особое место Ведь именно в те летние дни произошел единственный в нашей истории случай когда команда наотрез отказалась доигрывать матч Дело было во Владикавказе Аланья принимала Волгоградский ротор Встреча шла по спокойному сценарию И вдруг после перерыва выяснилось что рефери Анохин продолжать игру не может схватило сердце Заменивший его Лайнсмен Савчук сразу твердо взял игру под свой контроль приняв сомнительное решение не засчитывать мяч в ворота хозяев А спустя еще несколько минут и вовсе назначил в ворота ротора никак не вытекавший из хода игры пенальти Шокированный этим решением президент Волгоградского клуба Владимир Горюнов приказал своим игрокам уходить в раздевалку Впоследствии руководство лиги признало что судья принял неверное решение Да вот только отменить техническое поражение за самовольный уход с поля никто уже не мог Я хочу сказать несколько слов о своем родном городе о Ленинграде я до сих пор его называю так к сожалению стало редко там бывать прожив за границей долгое время сейчас живем в Москве но тем не менее каждый раз приезжаю я просто очарован этим городом я увидел громадную разницу за 20 лет пока меня было в России как город преобразился похорошел вы знаете у меня есть внутренняя гордость что я родился в этом городе что он есть, живет, будет и радует всех кто туда приезжает и тем более вызывает гордость для тех людей которые там живут Санкт-Петербург и Юрий Овчинников город-герой каждый день на Спорт-ФМ Новости Страна Спонсор программы ЗАО Московская пивоваренная компания Опыт Мужественность Верность традициям Уникальный вкус И мануфактурное качество Воплощены сегодня В пиве трехгорное Трехгорное Пиво для настоящих фанатов Чрезмерное употребление алкоголя Вредит вашему здоровью Спорт-ФМ Сто процентов футбола Сто процентов футбола Дорогие друзья Мы продолжаем наш эфир Александр Бубнов и Нобиль Рустамян Наверное Есть мысли еще о Зените ЦСКА? Ну по Зениту Да, по Зениту оцени, конечно Я тебе скажу Тебе не показалось что Жилков выглядел уставшим? Ну он так Регулярно выглядит в последнее время к сожалению Вот именно Легкость пропала Легкость пропала и он не так часто в обводку идет и не такой большой объем действий технико-тактических выполняет и все такое знаешь видно что он на жилах через не могу Через не могу да Через не могу да и несмотря на то что он классный гол забил но тем не менее 66 технико-тактических действий все 33,3% брака тройка только из-за того что гол забил вот потом Шатов тоже кстати ни один игрок больше 100 технико-тактических действий не сделал ни у ЦСКА ни у Зенита это значит что не брали но вот нет у Зенита нагрузка между игроками более равномерно распределена поэтому они примерно одинаковые а у ЦСКА да у ЦСКА из-за того что вот вторым номером играли от обороны там очень мало технико-тактических действий тебе говорю на 200 технико-тактических действий меньше так вот Шатов тоже тройка 28 96 ну почти 100 96 технико-тактических действий 28 и 1,10% брака вот ну как корень двойка да вот за ту ошибку хотя момент был потом когда счет сравняли помнишь они в стенку сыграли с Шатовым он сбросил и Шатов на убойную позицию вышел и просто в свой ворот расцеливал там в ворот не попал попал мог бы сразу и второй гол забить вот Крышта пятерка голевая передача Нету четверка Горай пятерка Смольников пять с минусов Гарси хорошо сыграл 95 технико-тактических действий 11,6% брака пятерка Маурисио 23% брака четверка но Маурисио может более сейчас он не играет а Коста как он в свое время в Тереке играл из-за этого из-за этого атака тоже страдает потому что Маурисио призван как раз вот обостряет игру и вот в основном Зенит из-за этого теряет много очков потому что Халка не стало да они нет сейчас должны обратить внимание с чем это еще связано когда Халк был да Дзюба был вместе с Халком когда они играли да они в основном забивали и Ховбики не так много забивали а когда их сейчас не стало видишь Ховбики не забивают и сразу команда в атаке стала страдать и очень мало забивают и они уже на восьмом месте и отстают посмотрю же сколько на пять очков или на четыре очка это много сейчас но для старта Нобель это много уже четыре тура сыграли они три игры дома выиграть не могут это проблема представляешь ну как они Ростов обыграли нет я имею ввиду в двух играх они потеряли правильно а первую они Ростов обыграли Ростов обыграли только во втором тайме а так первый тайм 2-0 проигрывали правильно да это правда но все равно выиграли же в итоге ну да но зато они я тебе говорю три игры они не могут выиграть я понял две игры дома у Уфы не могут на выезде выиграть у аутсайдера это я понял да и такое количество очков потерять в четыре тура для Зенита это очень много не поспоришь это действительно много поэтому поэтому вот что касается Зенита и ЦСКА вот такая ситуация и у той и у другой команда проблемы и проблемы в первую очередь в атаке и если взять вот ЦСКА с учетом тех потерь которые у них есть да то вот накануне Лиги Чемпионов там ситуация тоже непростая давайте переходить к другому матчу Спартак-Краснодар я вот читал мнение болельщиков Спартака они все были довольны и действительно вот мне кажется я просто Карреру помню по Ювентусу он в Ювентусе работал он в штабе Антонио Конто и в сборной Италии работал ведь действительно вот может немножко банальный вопрос как футбольный специалист мне ответите он игру изменил команды или нет или это просто эмоции всплеск и так далее он игру мне кажется изменил я не специалист вы специалист Нобель он игру изменил и для меня знаешь что удивительно для меня удивительно другое что в общем-то за такой короткий промежуток времени да игру в принципе изменить нельзя да ну да мы меня этому учили да много раз но удивительно удивительно то что он в принципе ничего такого сверхъестественного не сделал в том смысле в том смысле что например ну ты знаешь Сейчас требование мирового футбола, это прессинг на половине поля противника, он должен наигран быть в первую очередь и хорошо спланирован, правильно? На тренировках, на тактических занятиях и применяться. Почему при Оленичеве он так не применялся, как должен применяться? Вот в чем вопрос, понимаешь? И Карера-то тоже уже тогда был в команде. Итак, дорогие друзья, пробки в Московском регионе, 4 балла прямо сейчас, стоит Волоколамское шоссе, Ленинградское шоссе до улицы Панфилова. Также проблемы есть на Рязанском проспекте от Карачавской эстакады до моста Московской улицевой железной дороги, пробка на полчаса и проблемы есть на Международном шоссе, пробка на 20 минут. Вот теперь как события развивались, да, Нобеле? Теперь ясно, что Карера брался практически как главный тренер под Оленичева. Нет. Я думаю, Нобель да. А я думаю, нет. Вот. Ждали ошибки Оленичева, но... Ну как ждали, если они с Берды вам договорились о контракте? Никто не мог подумать, что Курбан Бекинч неожиданно исчезнет, пропадет. Понимаете? Никто не мог подумать. Поэтому уже по ходу вот этой... Помните интервью Кареры? Помните перед матчем с Крыльями Советов? Он же сам сказал в интервью, меня попросили два матча провести как главный тренер. Два матча с Крыльями и с Рубином. Потом он должен был прийти на пост тренера Спартака Курбан Бердыев. Но так все повернулось, Курбан Бердыев сам пропал, да, и не стал тренером Спартака. Но еще не менее важный момент, что Карера за две игры против Крыльев и против Рубина так себя показал с такой качественной стороны, что наверняка подумали в Спартаке, что ну раз он есть, он не самый дорогой тренер, получился по сути, да, у него зарплата по меркам российского футбола небольшая. Почему бы не дать ему шанс попробовать? Тем более Курбан Бердыев вот такая была неприятная и скандальная история. Вот за те два матча я просто скомментировал игру с Рубином, если вы помните. Я действительно видел Спартак, который играет по-другому, играет интенсивно, играет очень яростно, играет все время вперед. Теперь давай тебе такой вопрос. Можно быть функционально хорошо готовым, будучи неподготовленных на сборах? Нет. Нет. Кто готовил команду на сборах? Оленичев. Ну, Оленичев, Титов, и Карера. Почему до этого Спартак так не играл? Я не знаю. Вот остается вопросом, да. Карера брали, вполне возможно, что Карера брали с перспективой. С перспективой на то, что Оленичевым, выясняется, Оленичевым недовольны были. И когда вот это произошло... Но это не скрывали. Да. Раз это не скрывали, значит, ему альтернативу искали. Правильно? Да она была, Бердыев, я же вам говорю. Но она была, но и в то же время... А Кареру для чего взяли? Можешь мне объяснить? Неужели думали, что Бердыев у себя потерпит Кареру? Нет, ну, во-первых, Кареру брали в штаб Оленичева. Оленичева, правильно. Для чего? Чтобы он усилил состав в тренерской Спартака. Он его усилил. Как усилил? Ну, сейчас он работает просто... Подожди, как он усилил, если они из Лиги Европы вылетели? Подождите, но он же пришел в команду, он же сейчас работает. Ну, правильно, он несет ответственность за то, что из Лиги Европы вылетели? Наверняка. Ну, наверняка, правильно. В итоге козел отпущения оказался кто? Оленичев, правильно? А Карера здесь ни при чем. Ну, при чем? Я просто думаю, что если Оленичев работал полтора года, да, уснул, ну, не полтора, а год, а три месяца, то Карера два месяца. Нобель, поэтому я тебе говорю, вполне возможно, вполне возможно, что на Кареру рассчитывали в перспективе, а его взяли, чтобы он помог и познакомился с командой. Да-да, как на главную изначально не рассчитывали. Он сам не главный тренер, Викторович, но ему 52 года. Это уже для тренерского возраста, ну, солидный, да, согласны? Ну, как бы уже нормально, уже поработал там много лет. Он ни разу, ни разу, вот за время работы тренером в Ювентусе, в штабе Конта в других командах, в сборной Италии тоже, он никогда, никогда не изъявлял желание быть главным. Он даже вторым не был тренером, он был третьим тренером, был, я просто знаю, Антонио Конта был главный, помощник у него был Анджело Олесио, второй тренер, которого он забрал в Челси, третьим был Массимо Карера. Волверхэмптон меняют, а по гребняк у нас Динамо на том не готовь. Отлично. То есть, понимаешь, из Премьер-лиги уходят в Чемпионшип, а у нас, наоборот, из ФНЛ не хотят в Премьер-лигу уходить. О чем он это говорит, Александр Ильич? О том, что в том, и некомфотно, как ты сказал. Ну, может быть, и так. Спасибо большое, Маш. Еще новости? Да, еще хочется быстренько о хоккее сказать. Сейчас, я напомню, проходит матч-открытие. В нем встречаются Магнитогорский Металлург и Московский ЦСКА. Магнитогорцы армейцев обыгрывают со счетом 3-1, а второй период уже подходит к концу. Спасибо большое, Маш. Мы сейчас еще прононсируем одну встречу в Лиге Чемпионов, которая случится завтра. Завтра в Лиге Чемпионов играет Рома и Портул. Матч Лиги Чемпионов. Важная игра для всех. Рома первый матч сыграл в Спорту 1-1, в Португалии, на Драгао. И вот какие коэффициенты Винлайн считает фаворитом Рому. Коэффициент на победу у Римляна 1-66. Также можно отметить, что победа Ромы в первом тайме. А Рома, мы знаем, что очень любит атаковать. И я думаю, что будет завтра полный стадион в Риме. Коэффициент у Винлайна 2-23, что, в принципе, не так плохо с точки зрения ваших перспектив. Тем более, если вы выиграете, Винлайн заплатит без вариантов. Так, друзья, мы говорим о Спартаке. Лобель, Спартак разбивает в пух и прах Краснодар, который собрался выигрывать Лигу Европы и выигрывать чемпионат России. А это было официально декларировано Краснодаром? Никто не говорил об этом. И я, Сергей Галицкий, такого не слышал. Олег Коннов говорил, что мы готовы. Была такая информация, я еще смеялся, говорил, вы выиграете чемпионат России сначала, а потом будете за Лигу Европы браться. Потому что чемпионат России по уровню, ты знаешь, ниже уровня Лиги Европы, правильно? Я уже не говорю о Лиге Чемпионов. Вот такие были и игроки. Ари там тоже заявлял, и многие доброжелатели тоже. Да, у Краснодара есть предпосылки, но перед игрой со Спартаком объективности ради, надо сказать, что они оказались не в простой ситуации, правильно? Травмированных. Травмированных, да. Мамаев, Вандерсон, Сигурсона они потеряли, который, судя по всему, из команды уйдет. Ахмедов в стартовый состав не попал, тоже ведущий игрок, не в лучшем состоянии. И Кабаре с Газзинским, это два опорных футболиста, которые больше ориентированы на разрушение, чем на созидание. Вот. И ничего удивительного, вот, что когда Спартак прессингом наехал, да, на Краснодар, да, то они просто растерялись. Потом, я тебе скажу, Нобель, можешь причины, причины так обозначить тезисно, почему Спартак вот вдруг так сыграл? Хорошо. Да, это лучшая игра его. Не только в этом чемпионате, но и вообще лучшая игра, может быть, за последних год, как минимум. Ну, вы что имеете в виду, почему так сыграл, тактически или... Да, тактически. Почему он так сыграл? Вы знаете, я честно был удивлен, когда Каррера, мне кажется, сыграв очень хорошо со схемой 3-5-2 в Казани, вдруг перестроился. А почему? Ну, вот я пытаюсь понять, объясните мне. Да я тебе объясню. Потому что появился такой игрок, как Фернандо. Так. В опорной зоне, в опорной зоне у Спартака мало того, что были проблемы при организации обороны, да, вот, так там проблемы были еще и при организации атаки первого паса. И вдруг появляется игрок, который может не только средний пас, но и длинный дать, вот, который может навести порядок в организации здесь, в опорной зоне. И один справляется с этими функциями, да. И ты видел, как атака начиналась? Атаку начинали не защитники, а он сюда спускался в центральную зону. Знаете, кто играл? Так играл в команде Конта все время первого. Первого, да, так играл. И тренер, в данном случае, Карера, да, он же прекрасно знает Фернандо, правильно, он же из его возможностей, да, вот. А до этого, до этого он с первых минут не появлялся, а здесь появляется, появляется. И сразу видоизменяется команда. Берется Глушаков и Забнин, два физически очень сильных, выносливых игрока, да, которые ставятся перед ним для прессинга, правильно, для прессинга. Плюс сам по себе Фернандо здорово в прессинге участвует, да. Восстанавливается треугольник, который сначала организовал, но потом его разрушил. Оленичев, да, атакующий треугольник Зелуиш Промес и Попов, вот. И ставится задача, то есть пляшут, пляшут от очень жесткого прессинга на половине поля соперника, правильно? Итак, дорогие друзья, пробки в Москве, прямо сейчас 4 балла в столице, проблема, которая есть в городе Калужское шоссе. Здесь пробка на полчаса, стоит также Международное шоссе, от парковочной зоны до Ленинградского шоссе, пробка на 20 минут. Стоит также Волоколамка, от улицы Свободы до улицы Академика Курчатова, пробка на 18 минут. Спорт-ФМ. Сто процентов футбола. Потом убирается третий центральный защитник, для чего? Как раз вот для прессинга, правильно? Да. Вот, вменяется обязательно в обязанность и Попова, и Промеса тоже прессинговать, как из Луиша, правильно? Давить там. Да, конечно, никаких свободных художников, ничего, но этим итальянские тренеры все сильные в тактике, отличаются, да. Вот, вот он это применяет. Потом, ты знаешь, я уже об этом говорил, сейчас повторюсь, да, в Спартаке сейчас происходят следующие процессы. Вот с появлением Каррера, да, это тренер-легионер, да, вот, сейчас Спартак будет становиться, как в свое время появилось больше в «Зените», в команду легионеров, с тренером-легионером, который знает ментальность легионеров и знает язык хорошо, он может общаться с ними. Правильно, да? Да, точно хорошо. Да, и на ведущих позициях Спартаке сейчас везде, везде играют легионеры, правильно? Вот. И, а российские футболисты, российские футболисты, как это было и в «Зените», будут как раз вот подыгрывать их, те, кто будут соответствовать. Мне кажется, Зобнин тоже играл замечательно и вообще играет хорошо, чем Брикарери. Но он, Зобнин, давай, он только начинает, правильно? Он не очень симпатичный. Да, он очень симпатичный, но он играет не, знаешь как, не в центральной оси. Он бы как бы вспомогательную роль выполняет. Давайте паузу сделаем, потом еще полчаса общения с вами. Реклама. На старт, внимание, марш! Успейте купить «Тойота Камри» и получить персональные привилегии в дилерских центрах «Тойота» компании «СП Бизнес Кар». Только до 31 августа этого года. «Тойота Центр Битца», «Левобережный», «Лосиный остров», «Каширский», «Серебряный бор» и «Рублевский». Звоните сейчас. 151-2373. 151-2373. Код Москвы 495. Узнайте о возможных привилегиях подробнее на сайте toyotabc.ru При поддержке ООО «Тойота Мотор». Жилой комплекс «Солнцево». Квартиры с ремонтом под ключ от 4 миллионов 600 тысяч рублей. Рядом станция метро «Юго-Западная». Спешите. Идет заселение. 151-99-19. 151-99-19. Код города 495. Жилой комплекс «Солнцево». ЖКДФИСолнцева.РФ Лето выгодного интернета. Только этим летом. Домашний интернет онлайн на скорости до 100 мегабит в секунду. Всего за 199 рублей в месяц. Подробности по телефону 8 800 707 800. И на онлайн.ру. Категория 6+. Пау Ростелеком. Внимание. Срочное сообщение от Борис Хофф. Повторяем. Срочное сообщение от Борис Хофф. Всего 48 автомобилей БМВ на рекордных условиях этого лета. Идем до Победного. Только до 31 августа. Специальная кредитная программа. Трейд-ин бонус от Борис Хофф. Подробности акции по телефону. 8 495 745 1111. Или в автосалонах официального дилера БМВ Борис Хофф. БМВ. С удовольствием за рулем. Победа будет за вами. Кредит предоставляется БМВ Банг ООО. Не проспи. Ночь выгодных покупок. Крупнейший мебельный центр Европы «Три Кита» будет работать в ночь с 27 на 28 августа. Ночной трафик на дорогах и скидки до 70% сделают эту ночь особенно приятной. Подробности на сайте www.trikita.ru Высокие ставки по займам и низкие по инвестициям. А у нас наоборот. Профессиональный финансовый альянс. Звоните. 495 640 40 02. pfa.defis.dengi.ru ООО МФО «Профессиональный финансовый альянс». Вот это цена! Вот это предложение! Захватывающие условия на «Порше Каен» в «Порше Центр Ясенева». Специальная цена всего от 4 миллионов 281 тысячи рублей. Внимание! Автомобили пока в наличии. Звоните в «Порше Центр Ясенева» прямо сейчас. 495 37 391. Телефон рекламной службы «Спорт.ФМ» 620-46-64. Код Москвы 495. Если в 30, 40 и даже в 50 лет люди не занимаются физкультурой, то это предрассудок, унаследованный от былых времен, когда праздная жизнь считалась идеей. Спорт.ФМ. Сто процентов футбола. Сто процентов футбола, дорогие друзья. Мы продолжаем эфир Александра Бубнов и Нобеля Рустамяна. Сообщаем вам также еще раз, что если ты точно знаешь, кто сильнее «Зенит» или «Спартак», если ты можешь предположить, по какой тактике сыграет Слудский, то сумасшедший денежный приз ждет именно тебя. Только на сайте «Спорт.ФМ.РУ» конкурс прогнозистов матча РФПЛ продолжается. Успей заработать очки, чтобы заработать деньги. Четвертый тур скоро закончится. Главный приз – 30 тысяч рублей. Конкурс прогнозистов на сайте «Спорт.ФМ.РУ». Это что касается прогнозов, которые мы ждем. Ну а теперь, собственно, о Краснодаре, который разочаровал? Да, разочаровал Нобеля. Разочаровал прежде всего тем, что он оказался не готов к такой игре. Я допускаю, что они, может быть, даже не ожидали такой игры. Такого «Спартака» не ожидали. Да, да. Справедливости ради надо сказать, что первый гол там Ещенко. Все-таки, видимо, там и рука была, но Безбородов ее не зафиксировал. Но потом последовала классная передача за Мнина, и за Луиш здорово исполнил. Но и до этого момента у «Спартака» уже были моменты опасные, голевые. И он подавил с первых минут Краснодар. А этот гол их просто поверг в шок. И они уже весь первый тайм практически были парализованы. И я тебе должен сказать, вот таким прессингом и такой организацией игры «Спартака» полностью контролировал середину поля. И практически Смола-Вассари они отрезали от средней линии Краснодара. И они ничего не могли поделать. То есть они не смогли выбраться из прессинга. Тот, который в итальянском футболе практически применяет любая команда. Да, это правда. И Каррера ничего сверхъестественного не принял. Он правильно расставил игроков, объяснил им, как нужно играть «Нобель». Но итальянские тренеры славятся и очень много внимания уделяют тактике. То есть он конкретизировал задание и тактически перестроил команду. И она выполняла ту установку, которую дал тренер. И в итоге это вылилось вот в такой результат. Но это в игре с Краснодаром. Но знаешь как, все-таки Краснодар был на первом месте и считался фаворитом чемпионата. Поэтому это весомая победа. Теперь нужно эту игру стабилизировать и развивать. Правильно? Чтобы она стабильна была. Сейчас Анжи. Но с Анжи я тебе скажу по-любому, что несмотря на то, что Анжи сейчас тоже и сенсационно, на мой взгляд, и на выезде сейчас взяли очки у Рубина. Тем не менее, если качество игры брать, то ты знаешь, они прибавили. Они прибавили и тоже в организации игры. Тоже тренеры в Руба. Да, и в первую очередь в игре в обороне. И мы видели, как в Словакии играли, да? Да. Вот, организацию игры все пляшут. И итальянские тренеры пляшут, и ведущие тренеры европейских. И они все-таки от обороны все пляшут. Вот, и вот здесь он навел порядок у них тоже. И сразу пошел результат. Но в любом случае интересно будет посмотреть. На мой взгляд, Спартак все-таки фаворит, потому что у него группа атаки значительно сильнее. Посмотрим, как они это будут реализовывать на поле соперника. Тем более, тем более, что они лучше выглядели в Казани против Рубина. Поэтому для них это не проблема играть на поле соперника. Что? Бас. Для Спартака. Для Спартака, да. Спартак будет играть на выезде против Анжи. Это уже тур ближайший. Ну и посмотрим. Вот мы так обменялись мнением с Александром Викторовичем в паузе. Наверное, все же, раз игра идет, раз у Карреры получается, наверное, возможно, будет усиление. Именно для Карреры, для Спартака. Причем, мне кажется, есть две такие основополагающие зоны. Это защитник. Да, нужен центральный защитник. И нужен еще забивной форвард, обязательно. Забивной форвард. Потому что на позиции, скажем так, плеймекеров сейчас есть конкуренция. Сейчас с Жаной Попов есть игроки. Которые играют на этой позиции. Они друг друга, кстати, меняют. Это вот уже говорит о том, что когда есть конкуренция, есть игроки, которые могут равноценно менять, это очень хорошо. В принципе, к этому и стремиться надо. Потом я тебе еще раз говорю, обрати внимание, Джано тоже легионер. И поэтому не случайно, я тебе говорю, команда легионеров, они будут Карреру поддерживать. И если он еще пару легионеров хороших пригласит, то я тогда думаю, что там проблем, внутрикомандных проблем не будет. То есть все ведущие игроки будут поддерживать тренера, и ему будет тогда значительно легче работать. Шесть баллов, дорогие друзья, в столице. Проблема, которая есть, проспект Мира от Староалексеевской улицы до улицы Докукина, пробка на 42 минуты. Об этом нам сообщает портал Яндекс. Также стоит Волоколамское шоссе от Ленинградки до улицы Панфилова. Пробка на 32 минуты. И проблема есть на Ленинградском шоссе от Шереметьевского шоссе до Международного шоссе. Пробка на 28 минут. Александр Викторович, а знаете, какая новость пришла о последние минуты? Да. И очень много вопросов именно вам. Да. Главный тренер сборной Бразилии, Тите, вызвал в сборную Бразилии знаете кого? Кореоку. Кореоку. И вопрос, как такая новость нашему эксперту, то есть вам? Ну, я не знаю. Вы же вот двойками обложили со всех сторон. Наверное, в сборной Бразилии сейчас настолько дела плохие. Ну, почему, Олимпийские игры в игре? Олимпийские игры, да. Но Кореоку-то в Олимпийской сборной не играл. Не играл. Не играл. Он там молодежная команда. Ну и что? Ну вот. Тем более. Потом встает вопрос. На какой позиции Кореоку играете? Опорный Хавбек. Опорный Хавбек играет? Да. Да. И в сборной Бразилии он будет опорного Хавбека? Я не знаю, как он будет играть. А если он в сборной Бразилии опорного Хавбека будет играть? Ну, Карпен Карпен его считал одним из сильнейших позиций. Ну, тогда сборная Бразилии обречена. А что? А ты говоришь, что тренер сборной Бразилии? Нет, братьте. А в сборной Бразилии сейчас вообще проблем знаешь сколько? Понимаю. Но он будет в сборной Бразилии. Ну и что? Ну как? Ну и что? Ну и что? Как сборная Бразилии с немцами сыграла? Ну, практически камень ваш огород. Какой огород? Как они с немцами сыграли? Нобель, 7-1. Это было без кариоке. Был бы кариоке, был бы лучше. Нобель, да. Это ты что здесь, шутить собрался? Ну, почему нет? Нобель, это говорит о том, что в сборной Бразилии сейчас проблем столько, что кариоку уже приглашают в сборную Бразилии. Можно в водичке? Пронеси. Не могу эфир погибнуть. Ну, сейчас попрошу редактора, чтобы ваш голос, как всегда, был бодр. Ну, просто слушатели пишут, спрашивают, интересуются. Ну и что? Ну и что? Это показатель, что ли? Где-то задевают вас. Это меня не задевает. Кариока. Кариока сам в Спартаке не захотел играть. Помните, Кариока двойка. Ну, если он... Сколько раз вы говорили Кариока двойка? Ну, если он на двойке играл, ему что, пятерки ставить, что ли? Нет, ну, видимо... По шкале поодинаково и оценивались все. Видимо, в Бразилии он прибавил. Может быть. А при чем здесь я? Хотя, в Балере Карпе стоило его. Может быть, он в Бразилии прибавил из-за того, что уехал из Спартака. Но я помню, что Валерий Карпин всегда его хвалил, потому что в нем большой потенциал. Ну да, ну посмотрим, что дальше будет. В сборной Бразилии многих, даже Халка вызывали. Но Халка... Представьте, какая... Я Халка с Кариокой сварнить не могу. Красивая история. Через два года на чемпианте мира Кориока... Становится чемпионом мира, да? Чемпионом мира. И вам лично свою медаль. Как человек, который мотивировал его. Нобель. А почему нет? Ну, пофантазируй. Пофантазируй, да. У тебя сейчас повод есть для фантазии, да? Нет, просто... Ты сам-то хоть в это веришь? Во что? То, что Кориока станет чемпионом мира, да? Ну а чего ты глупостью не занимаешься? Нет, ну мало ли, футболе все одно. Мало, мало, да. Ты уже вон у тебя Гиннер... Фу, не Гиннер. У тебя Слуцкий был идеальный тренер для чемпионата Европы. Сейчас уже ты на эту тему... Этой темой не касаешься, да? Я готов, я готов. Что ты готов? Ну я ошибся. Ошибся, да? Я, честно говоря, был уверен, что... А ты уверен, что ты в очередной раз не ошибаешься? Не ошибся, я ошибся. Ну вот правильно. Это шутка. Вам вода пришла. Это футбольная передача, а не КВН. Вода, вода прибыла. Спасибо, Нобель. Так, друзья, мы ждем ваших смс-сообщений, ждем сообщений на WhatsApp. Пишите, чтобы все было хорошо и так далее. Так, что у нас было еще интересного в туре чемпионата России по футболу. В частности, в частности, снова выиграл Ростов. Ростов, да. И Дмитрий Кириченко сказал, что Курбан Берды готовил команду. Кириченко, получается, ни при чем вообще, да? Ну, он сам это говорит. Это не мои слова, не ваши. Так, небольшая пауза. До Круглого... Ну, он президент пока еще. Да. Ну, до 23-го выбора. Четвертого. 24-го выбора. Как минимум до этого времени. Спасибо большое, Маш. Не за что. Еще есть нас? А хоккей немножко. Второй период там завершился. Это матч открытия у нас проходит. Сегодня континентальной хоккейной лиги. Играют там Магнитогорский металлуркой ЦСКА. И Магнитка обыгрывает армейцев со счетом 3-2. Спасибо большое. Спасибо большое, Машенька. Ждем тебя вновь в нашей студии. А пока завтрашний матч Лиги Чемпионов Монако. Вильяреал, Лига Чемпионов Уэфа. Напомню, что здесь шансы примерно равны. Вот компания Винлайн считает, что ничья в этом матче оценивается букмейкерами из Винлайн. 3-20. Первая игра также завершилась ничью в Вильяреале. Сейчас 3-20 от Винлайн. Ну и любопытно, что то, что Вильяреал не проиграет на выезде в Монако, коэффициент от Винлайн 1-51. Ну и если ты точно знаешь, кто сильнее, то, естественно, можете сделать свой прогноз на сайте Винлайн и попытать свою удачу. Мы продолжаем наш эфир и, собственно, говорим о самых важных событиях. Очень много по поводу корейки сообщений приходит. Цитата Валерия Карпина, что, ну буквально, рад за кариоку, наконец-то признали его умение играть, его талант. Он был достойный раньше вызова сборной Бразилии. Совершенно этому не удивлен. Спартак, он приехал с 19-летним парнем, сейчас возмужал окреп. А то, что Рафаэл талантлив, многим было понятно и раньше. И игрой в Спартаке он это доказал. Как раз он это доказал не игрой в Спартаке, а когда он вернулся в Бразилию. До этого он в сборной Бразилии не играл. Поэтому не надо лукавить игрой в Спартаке. Сейчас его в Европу никто не пригласил. Все ведущие бразильские футболисты, которые доказали своей игрой, они все в Европу играют и в топ-клубах. А он уехал в Бразилию. Потом, Нобель, там еще вопрос. Сборная Бразилии пускай еще на чемпионат мира попадет. Там не так просто попасть на чемпионат мира. Да, я ошибаюсь. Вильяреал Монако, Монако выиграл 2-1. Я прошу прощения. Да, не Ича, а именно победа Монако. С учетом 2-1. Спрашу у нас по поводу новости сегодняшней Санкт-Петербурга, что выделили 2,5 миллиарда из бюджета Питера на стройку стадиона «Зенит». Вместо детских садов там и все. Это безобразие. И будут потом урезали на социальные нужды народа, ради того, чтобы закрыть дыры, которые там за счет непонятно каких махинаций устроили и такие долги. А потом будут возвращать эти деньги. Но потом их могут и не возвратить. Поэтому это безобразие, конечно. Друзья, ждем ваших сообщений, ждем ваших вопросов. Естественно, прогноз на матч Ростов-Аякс мы тоже от вас хотим услышать. Ну, Ростов, Ростов фаворит, да. С Курбаном-Бердеевым. А? С Курбаном-Бердеевым. Но я тебе должен сказать, Нобель, результат неплохой, но, знаешь как, это еще ничего не гарантировано. Ростов после ничьей 2-2 поехал с Андеррех там играть, да? Вот. И поэтому, если там какая-то недооценка произойдет, да, вот, и если Аякс, предположим, первый забьет, а забить он может, то тогда там еще не все ясно. Поэтому Ростов фаворит, но вот это свое преимущество, он ему еще предстоит реализовать. Вот. Больше того, он сейчас может по счету играть, его ничья 0-0 устраивает, правильно? Но посмотрим, как он будет играть и как он будет выглядеть. Друзья, если вы точно знаете, как сыграет Денит или Спартак, если вы знаете, как будет играть Слуцкий, по какой тактике, то сумасшедший денежный приз ждет именно вас. Только на сайте sportfm.ru продолжается конкурс прогнозистов на матче Российской футбольной премьер-лиги. Успей заработать очки, чтобы заработать деньги. Четвертый тур скоро заканчивается. Главный приз 30 тысяч рублей. Конкурс прогнозистов на сайте sportfm.ru. Продолжаем, дорогие друзья. Напомню, что у нас совсем скоро уже окончание нашего эфира. Александр Бубнов и Нобеля Рустамян в студии. Читаем ваши сообщения, читаем также WhatsApp, Viber, все те способы, по которым с нами можно общаться. Мы ждем вашего общения. У нас еще есть буквально пара минут. Но для начала небольшая информационная пауза. Узнаем, как дела обстоят на московских дорогах. 6 баллов, дорогие друзья. Стоит проспект Мира. Стоит Москворецкая набережная. Здесь пробка на 40 минут. Стоит также Симферопольское шоссе. Пробка на 33 минуты. И МКАТ. Внешняя сторона 6 баллов. Внутренняя 7. СПОРТ-ФМ СТО ПРОЦЕНТОВ ФУТБОЛА СПОРТ-ФМ СТО ПРОЦЕНТОВ ФУТБОЛА Нобеля Рустамьяна, Александр Бубнов. Говорим мы о футболе, о главных событиях. Ну и, собственно, говоря о другом нашем клубе, о Краснодаре, там-то вопросов быть не должно. В матче против албанского клуба «Партизан», если не ошибаюсь. Ну да, но потом там у них, знаешь, больше проблем. Как вот сейчас они с «Партизаном» играли, а потом с «Партизаней», да, там. «Партизаней», да. А потом им со «Спартаком» играть. И видишь, во что вылилось все, да. Ну они играли дома. Дома, а сейчас им лететь. Ну у них очень комфортный результат. Ну и что, но все равно перелеты, все, там подготовка совершенно другая. А ты знаешь, с кем им играть потом? У себя дома. Краснодару? Локомотивом. Локомотивом, да. А у «Локомотива», видишь, что они там три лет устроили. С «Самедами». Представляешь, «Майкон» в автономтайме 1 на 1 выходит, чисто не забивает. «Самеда» в пенальти не забивает. Потом судья ошибается, да, когда «Чарлоку» в спину толкают. Там могли забить, в штангу попадают. И еще один момент. Они еще при таком преимуществе могли в конце концов и проиграть еще. Вот, поэтому у «Локомотива» это четыре ничьи, «Нобель», да. Вот, и они приедут туда в краснодарные очки дарить, оббиться. Они очки взяли «Зенитом», да. Вот, но тогда и потеряли тоже, уже много достаточно. Давайте отметим, что на этой неделе также будут жеребьевки Лиги Чемпионов и Лиги Европы. В четверг Лиги Чемпионов там уже есть наш ЦСКА и, надеюсь, будет наш Ростов, который может пройти Аякс. Что касается Лиги Европы, то «Зенит» участник этого турнира, но и будем верить, что и Краснодар. Ну да. Потому что пройти должен. Двергий феатр. Очень жаль, что нет «Спартака». Если при таких вариантах Краснодар не пройдет, то о чем еще можно говорить? А «Спартак», да, вот, с учетом того, что вот той игры, которую они сейчас продемонстрировали с Краснодаром, да, то, конечно, жалко потерять такой турнир. Друзья, через буквально три минутки у нас с Александром Викторовичем обсуждают другие важные темы, которые есть в российском футболе. Собственно, окончание трансферного окна, на следующий деле, правда, еще будет несколько дней, но, тем не менее, в целом, вот, то, что уехал «Халк», уехали другие футболисты, наш уровень чемпионата, на ваш взгляд, продолжает это падение, либо уже чуть-чуть выправилась ситуация? Нет, это большие потери, и по «Зениту» видно, какие сразу возникли проблемы. Вот, и для Краснодара сейчас «Сигурсон», если уедет, это тоже потеря. Вот, поэтому игроков хорошего уровня, хорошего уровня, вот, таких, как «Халк», не так просто заменить. Вот, поэтому это потери. Но при этом приехал Фернандо, например, остался Чорлука. Да, Фернандо, Фернандо, я тебе еще раз говорю, то, что вот игра «Спартака» видоизменилась, то его заслуги очень большие уже даже вот по этой одной игре. Вот, но Чорлука остался, но Чорлука, я думаю, остался из-за того, что, в общем-то, здесь условия и контракт был. Сумасшедший, 4 миллиона в год. Но предложены такие, что он отказался от итальянской серии, потому что он практически уже здесь и будет заканчивать карьеру, правильно? Вот, это только с этим связано. Вот, но и, в общем-то, у Чорлуки есть свой потолок, вот, и уже выше этого потолка, я думаю, он уже не прыгнет. Ну, для чемпионата России это все же футболист ведущий. Ну, ну да, тем более, да. Он бы и «Спартаку» не помешал, разговоры шли, да, такого уровня игрок бы пригодился, да. Для чемпионата России, да. Ну, пожелаем удачи Ведерну в «Локомотиве», дай бог, чтобы еще было несколько важных трансферов и именно приездов в Россию, качественных футболистов. От этого только наш чемпионат, наше первенство выиграет. На сегодня все, дорогие друзья, будем закругляться потихонечку. Александр Бубнов, Нобел и Рустамяна были с вами последние два часа. Надеюсь, на следующей неделе в том же составе еще и Дмитрий Дерунец к нам присоединится. Мы пообщаемся на троих, обсудим самые важные события в российском футболе. Возможно, к этому времени разрешится сага с Курбаном Бердеевым. Может быть, он смеет «Локомотив» пробиться. Или остаться в Ростове, если команда... Ты можешь тогда себе представить, он заберет из Ростова ведущих игроков, которые с ним пришли. Что будет «Локомотив» делать, если он попадет в Лигу чемпионов? Да, в общем, это настоящая сага. Узнаем об этом на следующей неделе. Александр Бубнов, Нобел и Рустамяна с вами прощаются. До скорых встреч.